если бы не началась война я как обычно пошла бы на работу потом пошла к своей внучке нянчить ее потому что она как бы маленькая два месяца было ей планы какие-то были лето куда-то поехали отдохнуть со своей семьей ну жить я ирина ахримок переселенка из николаева но 24 я и не поняла сначала что это война как бы это потом уже мы в соцсетях прочитали как-то все недоумение были все думали что это как-то два-три дня как-то все это решится никто не верил что это такое длительное как бы будут я живу рядом с внучкой и в итоге я приехала потом в дочке и все мы там жили вместе потому что вместе сплочение как-то не так страшно мы сидели часто в подвале в 5 утра с ребенком выходили посидели там и ночью и днем ну когда тревога была когда мы слышали когда что-то летит и падает это очень близко было все слышно брали ребенка как ну это зима была кутали одеяло и прятались по 2 а переломный момент был тот когда соседу упал смерч возле там трех метров от нашего дома то есть это был уже звонок а так как у нас был двухмесячная ребенок это моя внучка то мы решили собраться за полчаса все сесть и уехать мы хотели ехать на западную это точно из знакомые через знакомых мы созвонились и нас как бы приутили в хмельницке вот мы приехали к ним и вот так и остались в этом городе когда мы приехали в хмельницк то еще конечно как-то было так где какой звук шорох как-то не верилось то есть тревога а потом потихоньку потихоньку как-то смотришь как люди живут и ты начинаешь успокаиваться но работа конечно это в первую очередь отвлекает куда бы я не ехала куда бы я не шла инструмент всегда со мной вот этим инструментом я работала в николаеве вот он не родной очень близки конечно все клиенты остались николаеве всегда тяжело начинать все с нуля у меня сестра мама там еще остались когда закончится война и обязательно приеду свой родной николаев и встречусь со своими родственниками и и и и и Продолжение следует...